Здравствуйте! В эфире программа «Черта» и я, Олеся Львова. Мы продолжаем говорить о наркотической зависимости. Сегодня мы расскажем об опасных веществах в лекарственных препаратах, о последствиях их употребления и работе, которую проводит Сахалинский областной наркологический диспансер. Смотрите все прямо сейчас. Их отпускают без рецепта. Да и стоят такие лекарства немного. Препараты, которые, казалось бы, успокаивают сердце, на деле вырабатывают сильную зависимость. Их секрет прост. В составе содержится фенобарбитал. Чем же он опасен для организма и какие последствия влечет его употребление? Слизь барбитуратов так же сложно, как и с других психотропных веществ. При этом лекарства с этим компонентом есть чуть ли не в каждой аптечке. Это сердечные капли корвалол, волокордин, волосердин и андипал. Да, они помогают при болях. Но стоит ли выбирать опасное вещество, если есть безопасные аналоги? Они входят в перечень запрещенных, потому что у них накопительный срок действия. У этих препаратов фармакологические свойства, которые нарушают координацию движения, нарушают в дальнейшем, если при длительном применении, функции памяти, нарушают и приводят человека в состояние зависимости от данных препаратов. Большая проблема в том, что сегодня люди сами себе назначают лечение, даже не задумываясь о том, что некоторые препараты могут наоборот причинить вред организму. В зону риска попадают и дети. Ежегодные профилактические осмотры в школах показывают, что число учеников с выявленными барбитуратами в организме увеличивается. На неокрепшую нервную систему этот компонент действует особенно сильно. Вызывает нарушение внимания и ухудшение реакции. Для потребителей постарше это может повлиять на вождение автомобиля. На медицинском освидетельствовании фенобарбитал проявится как опьянение, соответственно, грозит лишением водительских прав. В Минздраве давно обсуждают маркировку для лекарств, после которых нельзя за руль. Такой знак на упаковках может появиться вместе с ужесточением наказания за вождение под воздействием лекарств. Фенобарбитал практически сразу проявляет себя в организме. Сначала человек испытывает расслабление, успокаивается, тело будто становится слегка ватным. Именно поэтому лекарства, в составе которых есть барбитураты, используют как легкие успокоительные в периоды стресса. Интересен и тот факт, что привычные для населения препараты корвалол и волокордин запрещены к ввозу во многие страны, где психотропный компонент приравнен к наркотическим веществам. В России же сердечные капли пользуются особым спросом. Препараты, в которых входят барбитураты, в основном находятся на предметно-количественном учете. Их достаточное количество. Но есть такие препараты, которые в безрецептурном отпуске. Это препараты типа корвалола, волокордина. Пользуются достаточной популярностью. В основном, конечно, у людей пожилого возраста. Фармацевтические организации о наличии фенобарбитала в составе не предупреждают. В малых дозах он не опасен. При длительном же лечении или передозировке возможны побочные явления, обусловленные не только угнетением деятельности центральной нервной системы. Это снижение артериального давления, аллергические реакции, нарушение координации и повышение температуры. А при резком прекращении употребления возникает синдром отмены. Правоохранительные органы в стороне не остаются. Проверяют аптечные пункты. И потребители барбитуратов также берут на контроль. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Сахалинской области во взаимодействии с региональным Росздравнадзором на постоянной основе проводятся проверочные профилактические мероприятия в аптечных пунктах, направленные на недопущение безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметному учету. В любом случае, при появлении зависимости от препаратов, необходимо сразу обратиться к специалистам, думая в первую очередь о своем здоровье. Ведь его не купишь ни за какие деньги. Многие препараты вызывают сильную зависимость. Последствия их употребления могут быть необратимы. И без помощи специалистов избавиться от такой привычки практически невозможно. Я и программа «Черта» рекомендуем вам выбирать правильные лекарственные средства. Заботиться о своем здоровье, заняться спортом и найти хобби по душе. И ни в коем случае не стать заложниками опасных привычек. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова